Можно вам памятку вручить? Осуществляются звонки под видом сотрудника банка, службы безопасности банка. Они также могут пояснять о том, что сотрудники банка пытаются взять на вас кредит, и они проводят свое расследование, что вы не можете об этом сообщать третьим лицам, а то будете привлечены к уголовной ответственности. Граждане верят и никому не сообщают. На удочку злоумышленников владимирцы попадаются ежедневно. За полтора месяца этого года уже зарегистрировано более 70 фактов дистанционного мошенничества. Общий ущерб более 8 миллионов только в столице региона. Именно поэтому сегодня во Владимире и прошел масштабный антимошеннический десант. Его цель – предотвратить киберпреступление. Прохожим рассказывают о мерах безопасности. Не говорить пароли и личные данные тем, кто представится сотрудником банка, даже если звонок происходит с официального номера. Кроме того, в связи со скорым началом отпусков предупреждают и о случаях мошенничества с помощью поддельных сайтов в интернете. Граждане пытаются заказать путевки, ищут на сайтах, дублерах, очень низкую стоимость. Их это привлекает и в итоге переводят денежные средства мошенникам, а думают, что заказывают путевку. В связи с этим хочу также предупредить, ни в коем случае не поддаваться на сомнительную низкую стоимость любого продукта, уточнять сайт, созваниваться с официальными представителями и ни в коем случае не производить предоплату. Если данные карты через сторонние сайты оказались у злоумышленников, со счета спишут абсолютно все накопления. Так, самая крупная кража электронных денежных средств за последнее время – более миллиона рублей. Сотрудники ОМВД предупреждают, даже если вы не попались на удочку мошенников, о такой попытке необходимо сообщить в полицию. Так сделала и Людмила Бурылина. Ей мошенники по телефону сказали, что по ее карте произвели списание, и необходимо срочно назвать номер и пароль. Я положила трубку, говорю, я проверил банк. Сходил в банк, и уйдет, у вас все в порядке. Уже были случаи, и я услышала, что не надо разговаривать, когда еще, собственно, карту просит. Это вообще дом, для меня я человек еще в здравом уме. Пока правоохранители проводили ликбез, в рынке на улице тоже кипела профилактическая работа. Сотрудники ГИБДД останавливали проезжающие мимо автомобили и вручали памятки. Задача акции – охватить максимум населения. С учетом участившихся случаев дистанционного мошенничества на территории областного центра, всеми службами органов внутренних дел проводится профилактическая работа по оповещению населения, а не передача персональных данных своих финансовых счетов. В данном случае водители принимают, надеюсь, к сведению, и не будут принимать участие, не будут жертвами мошеннических действий, совершенных дистанционным характером. Раскрываемость таких дистанционных преступлений невысока, а злоумышленников найти крайне сложно. В прошлом году в органы поступило более 1100 сообщений о дистанционных мошенничествах, совершенных через интернет. Это на 110% больше, чем в 2019-м. Такой рост связывают не только с развитием информационных технологий, но и с пандемией, уходом на самоизоляцию, из-за которого злоумышленники начали искать новые способы заработать. Лада Кочетова, Алексей Ковалев, Телеканал «Вариант». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова